Всем привет! Это Порталик, а это Pocket Navigator 3560, видеообзор которого мы вам и представляем. С первого взгляда угадывается прошлое этого устройства. Навигатор в своей прошлой жизни был на ладонниках Metac Mio P560. Собственно и дизайн и функциональность устройства остались в наследстве. Рабочие показатели действительно хороши. Процессор Samsung имеет частоту 400 МГц, объем флеш-памяти 2 ГБ, оперативной памяти 64 МБ, операционной системы Windows Mobile 6. Все это скрывается внутри вот такого крепкого корпуса, который не ослаблен никакими движущимися частями. Сделан аппарат из пластика, сзади покрытие рельефное, а спереди глянцевое. Снизу проходит металлическая полоска, она из силности придает и включает в себя две кнопки. Одна открывает меню календарь, другая список контактов. Кнопки большие, нажимаются легко, между ними джойстик. Несмотря на то, что находится он в углублении, работать тем не менее удобно. Пространство вокруг джойстика достаточно для пальца. Экран устройства имеет диагональ 3,5 дюйма и разрешение 240 на 320 точек. Обратите внимание, экран может менять вертикальную и горизонтальную ориентацию, но переключаться нужно будет вручную. В целом экран качественный и яркий, хорошо справляется с бликами. По боковым граням проходят желобки, они помогают навигатору не стальзить в руке. Функциональных клавиш по бокам нет, зато есть низдор для карт памяти SD и MMC. Оно прикрыто пластмассовой заглушкой. Задняя игра несет только динамик и разъем для подключения внешней GPS-антенны. Сверху кнопка включения и выключения устройства. Нижняя игра – это самая функциональная. Обратите внимание вот на эту кнопку, она отключает питание от аккумулятора. Рядом дизор для наушников – это джек 2,5 мм, мини-USB разъем и микрофон. Последние используются при записи речи в режиме диктофории, звук получается вполне неплохой. В навигаторе установлена программа «Автоспутник». Карта тут одна, город-герой Москва. Зато с детализацией все в порядке. Как раз «Автоспутник» отличается от выражения не только номеров домов, но и их контру, что поможет найти нужный адрес даже во дворе или на маленьких улочках. Поддерживается список точек по интересам, несколько режимов прокладывания маршрута. Прошлое карманного компьютера обеспечивает функциональность. Можно слушать музыку, смотреть видео, выходить по интернету по Wi-Fi. Есть Bluetooth версии 2.0. В целом можно сказать, что это мощный навигатор, и он придется по душе именно продвинутым пользователям, которым нужен большой набор программ. Продолжение следует... Продолжение следует...